Поиск оптимальных идей, которые помогут занять свою нишу на рынке. Это и единый бренд, по которому можно будет узнавать местного производителя, и разные формы торговли, и создание небольших фирменных магазинов шаговой доступности. Об этом говорили на совещании с руководителями пищевых предприятий республики. В основе новых взглядов на торговлю производства качественной продукции иную покупатель просто откажется брать. Новую линию ржаного помола запустил Чубаш Хлебопродукт. Инвестиции предприятия составили почти 24 миллиона рублей. Востребованность в этом виде муки открыла новые рынки. Мощность до 60 тонн зерна в сутки. Перерабатываем сейчас в районе 700-750 тонн зерна ржи ежесуточно. Реализация муки ржаной идет как в Чубашии, так и в Марийскую, Татарскую, Нижегородскую область. Рынок расширяется. Чебоксарский хлебозавод номер два тоже вложил свои средства в производство мелкоштучных хлебобулочных изделий. Мощность нового производства 5 тонн в сутки. Запустили две производственные линии. Конечно же, это рост производительности труда, рост качества. И вот такого рода события радуют душу. Но самое главное, сегодня мы поговорили в целом о продвижении продукции, которая производится на территории Чувашской республики, прежде всего на нашей чувашской рынке. В эпоху цифровизации экономики цепочка продавец-покупатель сокращается в разы. Во многих странах уже давно работает система мобильных рынков. Когда автофургоны с местной продукцией приезжают в определенный день и час на заранее выбранное место. И буквально за пару-тройку часов продают все свежие продукты. А когда у товара будет еще и зарекомендовавший себя бренд, торговля пойдет еще быстрее. Активнее надо пользоваться электронными торговыми площадками, увеличивать нишу онлайн-продаж. Наталья Мальчикова, Маргарита Милникова, Игорь Зверев, Республика.